Здравствуйте! Сегодня в нашем обзоре коротко о самых главных новостях и событиях за эти 7 дней. На этой неделе подписано сразу несколько нормативных документов. Так, указом президента с 1 января 2023 года не требуется постановка на отдельный учет в налоговых органах работников, нанятых индивидуальным предпринимателем. А с 1 марта следующего года налогоплательщикам предоставляется право обжаловать непосредственно в суд решения налоговых органов по результатам выездных налоговых проверок и налогового аудита. Оптимизирована процедура представления отчетов и хранения архивных документов. Юридическим лицам не нужно хранить и передавать в архив финансовую, налоговую и статистическую отчетность, которую они представляют начиная с 1 января 2022 года в электронной форме. С начала следующего года субъектам бухгалтерского учета не требуется ежеквартально представлять в налоговые и статистические органы финансовые отчеты, а субъекты предпринимательства, которые платят налог с оборота по фиксированной налоговой ставке, не обязаны представлять годовые финансовые отчеты в налоговые органы. В Узбекистане с 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax-Free. Иностранцы смогут получить возврат НДС при покупке определенных товаров на сумму более миллиона сумм. Для этого им нужно будет зарегистрироваться в мобильном приложении Solik и отсканировать фискальные чеки за эти приобретения. Состоялась очередная встреча руководства Государственного налогового комитета с делегацией Международного валютного фонда. Обсуждены показатели налоговых поступлений в этом году и планы по совершенствованию налогового администрирования и укрепления налоговой дисциплины на будущий год. Как проводится предпроверочный анализ? За какие ошибки и расхождения налогоплательщики получают уведомления и в каком порядке на них реагировать? Получить ответы на эти вопросы можно из публикации на официальных ресурсах, а также просмотрев онлайн-семинар при участии профильных специалистов Государственного налогового комитета. Юридическим лицам напомнили, какие земли не облагаются земельным налогом. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте. Имеют ли право проверяющие при проведении налогового аудита требовать у налогоплательщиков доступ к системе 1С и информации по банковскому счету? Специалисты разъяснили, что в соответствии с законодательством налоговые органы вправе требовать документы и сведения, в том числе в электронном виде, которые необходимы для исчисления и уплаты налогов и сборов, а налогоплательщики, в свою очередь, обязаны их предоставить. Подробнее в наших материалах. Как в отчетности по НДС скорректировать сумму налога, принятую к зачету? В помощь налогоплательщикам подготовлена пошаговая видеоинструкция. Если несколько месяцев назад налогоплательщик при выставлении счета фактуры ошибся в сумме, как внести изменения и нужно ли представлять уточненную налоговую отчетность? Ответы на эти вопросы в разъяснении специалистов. Если вы не нашли нужный ИКПУ на сайте tosniq.solek.us, оставьте электронную онлайн-заявку. Как это сделать, узнаете из видеоролика. Чтобы получить туристический кэшбэк в мобильном приложении Solek, нужно обязательно отсканировать чеки за все три этапа путешествия. Покупку билетов, размещение в гостиницах и посещение объектов культурного наследия. Если чеки за один из этих этапов отсутствуют, то кэшбэк за путешествия не выплачивается. Те, кто накопил кэшбэк за потребительские чеки больше 800 тысяч сумм, могут перевести эту сумму на свою банковскую карту, только пройдя идентификацию путем Face ID и указания своего PINFL. Из наших материалов вы узнаете, за какие чеки начисляется кэшбэк, а в каких случаях его выплата не предусмотрена. 11 ноября в Узбекистане отметили День профессиональных союзов. В Государственном налоговом комитете по этому случаю состоялось праздничное мероприятие. На этом обзор недели подошел к концу. Подписывайтесь на аккаунты Государственного налогового комитета в социальных сетях, чтобы быть в курсе событий. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин